Повторение пройденного. Палатки на главной площади, марши с требованием отставки премьер-министра, обвинения власти в коррупции, теперь в скопе столицы Македонии. Различие одно. Там пытаются разыграть еще и этническую карту. Ведь на улицу людей вывели после столкновений македонских полицейских с неким отрядом албанских боевиков в Куманове. В результате погибли 8 полицейских и 14 террористов. По странному совпадению, на улице вышли после того, как Македония настоятельно повторила «Антироссийские санкции не поддержим. Мы за Европу, но и за Россию и проект «Турецкий поток». Македонские власти заявляют, что протестующие управляются извне. Протестующие, что власть незаконна. И это крупнейший политический кризис в стране со времен распада Югославия. Ведь до сих пор именно Македонии удавалось сохранить стабильность на фоне гражданских войн и межнациональных столкновений у бывших братьев Югославской Федерации. Мой коллега Кирилл Бранин отправился на главную площадь в Скопье, чтобы понять, что происходит в тихой курортной, но очень балканской стране. Ведь если появляются флаги на башнях, значит это кому-нибудь нужно? Палаточный лагерь у стен Дома правительства. Бессрочная акция протеста и требования отставки премьер-министра. Это Майдан по-македонски. Впрочем, чувство дежавю не покидает ни на минуту. Здесь только успевай загибать пальцы, вспоминая, где что-то подобное уже было. Цвета палатки в центре лагеря как будто случайно напоминают украинский флаг. А жизнь обитателей этого городка удивительно похожа на будни участников Киевского Майдана. Но если там согревались футболом и бесплатным борщом, то здесь игра в мяч уступает место шахматам. А для сытного обеда вполне хватает бананов и сэндвичей, которые организаторы акции привозят с избытком. Климатически Македония оказалась где-то между ледяным Киевом и совсем уж душным Гонконгом с его революцией зонтиков, отлично защищавших от жары. Но вот по смыслу все совпадает. Люди здесь тоже ради торжества демократии и светлого будущего. Я здесь, чтобы поддержать всех граждан Македонии, которые мыслят рационально. Я хочу, чтобы у меня и у моих детей была новая жизнь здесь, в Македонии. А в чем главная цель протеста? Главная цель – отставка правительства. Перечеркнутая фотография премьер-министра Николы Груевского наглядно говорит о том, кто мешает этой новой жизни. Плаг с портретом Че Гевары, видимо, должен напомнить о том, что это все-таки революция. А вот этот плакат о небезграничном терпении участников. Многотысячный антиправительственный митинг неделю назад явно был призван показать, что оппозиция не шутит. Лидер социал-демократов Зоран Заев, возглавивший новую революцию, вновь обвинил премьера в коррупции и потребовал отставки правительства и проведения досрочных выборов. Уже на следующий день сторонники власти вполне хрестоматийно ответили протестом на протест. Устроив свою акцию буквально в километре у здания парламента, глава Кабмина заявил, что уходить не собирается. Кто требовал моей отставки? Люди, которые хотели бы управлять Македонией, не считаясь с волей народа. Но эта энергия, та сила, которую мы видим здесь сегодня, это лучший ответ для них. В противовес оппозиционному у стен парламента теперь стоит лагерь сторонников премьера. Здесь тоже налажен быт от настольного тенниса до музыки под настроение. А те, кто приходят сюда, не настроены на перемены. Правительство легитимно, мы его выбрали, и нас большинство. Мы хотим выражать свое мнение, делать собственные ошибки, жить в нашей стране по-своему, а не по сценариям, написанным где-то еще. Существование какого-либо сценария оппозиция старательно отвергает. Лидер социал-демократов Зоран Заев, буквально разрываемый, желающими сделать с ним селфи, настаивает на спонтанности протеста и призывает не сравнивать события в Македонии с украинскими. Это очень сильно отличается от того, что произошло на Украине. Мы пытаемся учиться на этих ужасных событиях, но также мы хотим достичь свободы и демократии в нашей стране. Только мирным путем, через диалог, вы сможете стать тому свидетелями. Только так мы надеемся сделать нашу страну успешной. Но на Украине все тоже начиналось как мирный протест. Да, но в то же время имело место чрезмерное насилие. У нас уже четвертый месяц продолжается политический кризис. И мы крайне осторожно, только мирным путем, стараемся справиться с ситуацией и почти добились успеха. Впрочем, в том, что в борьбе с премьер-министром Узора Назаева явно есть влиятельные помощники, в Македонии никто не сомневается. Как не сомневается и в том, откуда подул ветер политических перемен. Я думаю, это объединенные усилия нескольких групп, которые в последние годы получали серьезную поддержку от Института открытого общества и от Института Сороса в Македонии, а также от западных посольств, например, Дании, США, Британии, Германии. Эти группы работают вместе с социально-демократическим союзом, а некоторые активисты входят в элиту партии. Вряд ли так случайно совпало, что на сцене в палаточном лагере оппозиции выступает исполнительный директор македонского отделения фонда Сороса Владимир Милчин, приветствуя протестующих. Случайным не выглядит и появление здесь баннеров со сжатым кулаком, символом сербской организации «Отпор», созданной еще в далеком 2000-м для борьбы с режимом Слободана Милошевича. Тогда так называемая технология ненасильственной смены власти была опробована впервые и показала свою эффективность. А стоявшего у истоков отпора студента Белградского университета Серджу Поповича спустя 11 лет влиятельный американский журнал «Форренд Полоси» назвал одним из ста величайших мыслителей в мире. Эта высокая оценка совпала с успехом так называемой «арабской весны» в череды переворотов, в которых тоже засветился сжатый кулак. Ненасильственная революция охватывает огромные массы людей, является следствием внутренней политики страны. Если бы действительно для ее начала было бы достаточно так немного, большая сумма денег, несколько консультантов из-за рубежа, то мир бы стал свободнее уже прямо сейчас. К сожалению, здесь все сложнее. Попович теперь руководит организацией с респектабельным названием «Канвас», тем, во что превратился «Отпор» – Центр прикладных ненасильственных акций и стратегий со штаб-квартирой в Белграде. Этот центр, по словам самого Поповича, инструктировал будущих участников революции из 37 стран. И, похоже, вполне эффективно. Ведь поводов убедиться в работоспособности технологии в последние годы было предостаточно. Протесты в Македонии – в этом смысле просто очередная экспансия бренда. Вопрос лишь в том, кому понадобилось запустить механизм. Разумеется, в Македонии существуют многие экономические и социальные проблемы, в частности, безработица, а также некое скрытое недовольство, которое собираются использовать не ради решения социально-экономических проблем, а для предотвращения возврата России на Балканы. Бывший министр иностранных дел Югославии еще в конце 90-х на собственном опыте узнал, как воплощаются западные геополитические интересы. Вместе с миллионами жителей, буквально на части разорванной страны. И вряд ли стоит сомневаться в том, что осколок этого некогда большого государства, крошечная Македония, будет наказана и за то, что отказалась ввести санкции против России и за участие в энергетических проектах. Премьер Груевский поддержал строительство турецкого потока. Значит, небольшая страна поддержала проект, который не в интересах США, так как он представляет собой вызов американской стратегии держать Европу в узде, используя энергоносители и другие способы. Так что Груевский в итоге получил оппозицию и сопутствующие события. Вряд ли стоит сомневаться в том, что интересы самой Македонии, при этом ни в Европе, ни в Америке никто не учитывает. Соединенные Штаты вообще слишком далеко, чтобы беспокоиться о том, чем может закончиться кризис в маленькой балканской стране. Это пороховая бочка. Если с ней неосторожно обращаться, будет серьезный взрыв. Здесь пересекаются интересы многих стран. Во-первых, претензии албанских националистов на часть территории ради создания так называемой Великой Албании. С другой стороны, Болгария. Эта страна участвовала в двух мировых войнах, пытаясь присоединить несколько областей Македонии. Греки вообще хотят, чтобы эта страна исчезла. Сербия не проявляет агрессии, но если что-то произойдет, она тоже будет вовлечена, потому что в Македонии живут тысячи этнических сербов. В случае, если здесь и правда произойдет взрыв, вполне возможно ожидать, что она затронет даже Турцию, которая выступает гарантом территориальной целостности Македонии. Майские события в Куманово. Лишнее подтверждение опасений взрыва. Македонская полиция провела операцию против албанских боевиков, планировавших теракты. Погибли 8 спецназовцев и 37 были ранены. 14 предполагаемых террористов уничтожили, остальных задержали. Многие заговорили о возможном повторении конфликта 2001 года полномасштабных боевых действий между Македонской армией и албанскими сепаратистами. Для оппозиции это очередной повод обвинить власти в усугублении кризиса, а для представителей албанского меньшинства в парламенте потребует расследование. Трагический инцидент в Куманово должен быть расследован властями нескольких стран Балканского региона с привлечением международного сообщества, предпочтительно НАТО. Потому что этот инцидент привел к гибели многих людей. Этого не должно было случиться. Это не отражает отношений внутри страны. И это не отражает волю албанцев ни в Македонии, ни в Албании, Косово или в Балканском регионе в целом. Тщательного расследования требует и Евросоюз, а еще переговоров с оппозицией. Премьер Груевский и социал-демократ Заев на этой неделе даже встречались в Страсбурге с европейскими посредниками. Результатов пока нет. Зато есть ультиматум премьеру от депутатов Европарламента договориться до 31 августа. Иначе о европейском будущем в Македонии придется забыть. Кирилл Брайнин, Ирина Близнюк, Артем Григорян и Андрей Масликов. Воскресное время. Первый канал.